Я подключил веб камеру Да хорошо, подождите сейчас Так, у нас все записывается, выставляется в интернет Вы не против? Да, да, конечно нет Я только за Хорошо, я слушаю, говорите Я вот несколько вопросов хотел вас узнать Пожалуйста Вот смотрите, первый вопрос очень меня интересует Давно вас смотрю уже А где Никита? Ну, Колесников На Украине уехал домой Уехал? А вы с ним поругались или просто уехал? Нет, по хорошему А тут ролики есть, как он уезжает Я ему книги дарю Молимся вместе Его в армию не взяли Теперь 30 лет, он вернулся домой Он 5 лет пробыл здесь Ага, понятно Это как И еще, вот смотрите Вот мне 16 лет, да Вот Живу в Санкт-Петербурге Ну, знаете, наверное, да, где это? Конечно, я там был Вот Вот, это хорошо Вот, короче Я еще, наверное, в силу своего возраста Ну, не верю в Бога Вот Вы можете мне как-то, ну, можешь рассказать что-то Помочь как-то, чтобы, ну, появилась какая-то Ну, ясность, что ли Потому что, ну, я пока, если честно, не понимаю Типа, в чем смысл этого Наверное, в силу своего возраста Я понял А вы сколько классов окончили? Я в девятом сейчас классе В девятом классе учите? Я, ну, по сути, окончил 8, да Вот сейчас в девятом учусь И вы не чувствуете о том, что вот этот мир Как сотворенный, звезды, человек, гольфстрим Что это не могло само по себе быть? У вас такая мысль не приходит? Приходит, что, ну, не могло само по себе появиться А больше не надо ничего Вот вы верующий Ну Теперь вам надо поверить только то, что свое создание Бог не бросил, а дал ему руководство, Святую Библию Вы ее читали когда-нибудь? Нет, ни разу не читал А вы зайдите в православный храм, только не к сектантам пойдите Не к баптистам, а к православным Потому что у них там не полная Библия И купите Попросите, чтобы помогли родители или кто И начните читать Евангелие с Нового Завета И у вас будут все вопросы Я вам разрешаю прийти Кроме того, есть толкование Растолкование Вот я трехтомник выпустил Полное толкование Нового Завета Как понимали святые отцы Не верить это только безумный может быть пьяный Как Монтейн философ говорил Под звездным небом и у гроба близкого человека Отрицать Бога Может только полный безумец или преступник А выбор-то небольшой остается Понятно Ну хорошо, я попробую почитать А вот еще, а вот по поводу детского лагеря Он у вас больше не работает, да? В другом формате Мы приобрели несколько домов И теперь в домы просто приезжают в гости Потому что Роспотребнадзор уничтожает все на своем пути Я 45 лет был начальник детского лагеря Сам основал его И сам его ликвидировал Потому что невозможно Прокуратура, суды, полиция Все за них Ничего нельзя Придирается к чему не надо У меня 45 лет Ни одного заболевания не было Ни одного ребенка не потеряли Ни одного больного нету Какое доказательство-то, что мы живем нормально А не всякие там глупости Там с покрышки Эмаль в одном месте на палец отскосила Ударилась об пол Какое-то нарушение-то А в дома-то они еще не вхожи Ну да, я согласен Вот так пока Понятно Вас как звать-то? А вы... Меня Егор зовут Егор, да? У меня племянник Егор И дедушка был Егор Да, да Понятно Но это же вроде там По церковному не Егор А Георгий вроде, да? Это земледелец Переводится слово Понятно А как вы там живете вообще сейчас? Егор Лигачев был В русских тактах Вот у нас, допустим Нету такого имени Саша А это Александр Вот у русских было как Не говорили там Аня А говорили Нюра Вот такая трансформация слова Угу Угу, понятно Как вы живете-то там сейчас вообще? Просто очень интересно смотреть Типа, ну я вот так по сути в Бога Никогда не верил Типа, я крещеный Но крестик не ношу Но вот просто Ну люблю видео ваши смотреть Они как-то типа успокаивают Ну как-то приятно становится Не знаю Мы не монтируем Мы просто показываем жизнь Как объяснить Со всех сторон Какая у нас жизнь Да, я знаю Мы работаем Открыто у нас все Ничего нет такого Чтобы мы скрывали Вот приехали у меня Допустим Нанятые были Бульдозеристы Я высчитываем Деньги Даю Ой, кричат Да узнает кто-то Ничего нигде не было Мы открыто живем Телефоны Адреса наши Все открыто Понятно Там же сейчас Какой-то пост должен быть Да, или он уже Вроде начался Я слышал Начался С 28-го А сегодня 30-е Третий день Пост Вы в церкви можете взять Специально продается Календарик такой Ну да И когда что-то Можно вкушать Это полезно человеку Когда что-то Регламентирует Его жизнь Мы встаем рано Вот детский лагерь у нас был Подъем Слушайте, а как вот Да, я знаю, что вы встаете А зачем так рано? Полезно Если пословица Кто рано встает Тому Бог дает Пока ум не охвачен Сметениями дня В тишине помолиться Почитать Слово Божие Каждый день Считать нужно Евангелие Слово Божие Библию Псалтырь По ней молимся А что ты будешь Лежать Ты что вылежишь Человеку много не надо Это Эдисон Возьмите Леонаро да Винчи Больше трех часов Никто не спал А что ты будешь спать Лишние килограммы Ожирение Это значит У тебя больное Сердце будет Ну и все остальное Рано вставать Это очень полезно Понятно А как вам А как вам Можно Приехать Ваш лагерь И можно ли Мне вообще Приехать В него А с кем Приехать Или Типа мне Нельзя Ну это надо Поговорить Мы узнаем Может быть И может А с кем Одному Ну опасно Ну в плане С кем Я не знаю Кто в плане Мне уже 17 лет Тогда будет Ну типа не опасно 17 будет Паспорт есть Ну смотрите Если вы Если вы Такой смелый парень Дорога Надо Там У себя Уже Проверить Документы Где положить Чтобы ничего Не потерять А тут У тебя Чтобы были Средства Допустим Ты От Москвы На самолете До Барнаула К примеру Или поездом Надо же знать Тут тебя Мы уже будем Говорить Чтобы встретили Дальше отправить Нанимать надо Машину 156 километров От Барнаула Наша Потеряевка Это с 10 июня Будет только Сейчас мы в городе Понятно А вот А вот Почему вы В последнее время Ролики Выпускаете На канале Ну меньше Вот там Где вы показываете Жизнь свою Больше Как вы читаете Там что-то Ну и вот По типу такого А в деревне Это там все открыто Мы пасем скот Делаем пруды Здесь-то ничего нет Я в комнате сижу только И поэтому Разговоры По скайпу Все отложили А теперь мы здесь Приходят люди Задают вопросы Вот отдельно Сегодня которые Ролики выставили Вы их посмотрите Я каждый день выставляю На ютубе И вы увидите Какие ролики Из деревни Там не работают Да я знаю Я смотрю все Там очень Ну плохая связь А здесь мы Ну на расхват Приходят люди Мы назначаем время Когда встретиться Вот сегодня Один зашел Он недавно пришел Дмитрий Лемеш И беседа с ним была Он там отозвался Об одном человеке Неверно Я тут же ему дал сигнал И мы встретились И записали ролик Понятно Ну вот А вот еще Последнее Что я хотел спросить А вот Никита Помните Он же как дом Не покупал А у него Дом свой был У вас А он его Просто оставил Получается Оставил и уехал Он не платил Это я подарил ему А он Ну не нуждается в этом Уехал Уехал Ладно Хорошо Спасибо вам большое Что пообщались Какая предварительная Была беседа с ним У него там Конфликт возник И он понял Что ему не разрешить И он уехал Там в Потеряевке А тут то ничего нет Он приехал Тут ночевал У нас побыл Вы просто не видели Этот ролик Когда там беседует Батюшка В одном доме Он в один день Со всеми поссорился До одного человека Понятно Ну с Богом Ну ладно Спасибо вам большое За то что пообщались Спасибо Так что канал ваш Постоянно сотрю Я там же Владимир Да с вами Да Или там Владимир С вами был Или как зовут Ему тоже привет Вот он Мир тебе Наклади сюда Да он меня видит Ага Ну вот так Да Спасибо вам Прикольно снимаете Спасибо вам За ролики Большое Очень приятно Их смотреть Спасибо До свидания Все да Вам тоже там Да Вам тоже там Хорошей жизни Все до свидания Вы смотрите Ну все Она пошел Спасибо за субтитры